доброе утро мои дорогие зрители здравствуйте мои подписчики вот смотрите что творится у нас на улице просто стеной идет дождь я уже пораньше сегодня встала накрасилась выпила кофе и думала что схожу на турфирму пообщаюсь там не на а в турфирму пообщаюсь с девочкой чтоб она может быть поискала мне что-то хотя я уже сама выбрала то что мне подходит но вот такая вот погода влил такой сильный сильный дождь это мои цветочки там за окном ну и куда идти посмотрите просто ручьи бегут по краешку дорожку нам за асфальтировали а если мне не было этого асфальта то наверное тут было ужасное месиво потому что когда вы меняли трубы водопроводные тут у нас стала просто проселочная дорога но они как-то дорогу сделали асфальт положили только посерединке а по краям он что творится бегут ручьи не знаю видно ли вам там как я показываю сбоку сейчас все мои розы обобьет дождь и тот того не такие красивые расцвели но попадают под дождь и превращаются такие засохшие обмокшие страшненькие ну что пойду я включу компьютер тогда и посмотрю видео каких-нибудь блогеров нож куда идти мокнуть но нет такой необходимости до отпуска до моего до моего желаемого отпуска еще очень много время еще больше месяца потому что я хочу где-то ли в конце августа или в начале сентября когда будет спокойней народа будет поменьше ну вот ну что пойду смотреть видео здравствуйте мои все зрители здравствуйте мои дорогие подписчики сегодня на улице солнышко и я наконец-таки собираюсь пойти турфирму турфирму спадчина так мы общались с девочкой из фирмы через вайбер все время я сама искала подборе тура у нас тест-тур и я искала себе отель искала зимой искала весной и ищу сейчас выбираю то один то другой пока время подходит уже его нету он уже продан это я в новых очках а вот и опять начинаются новые поиски цены в этом году просто заоблачные очень дорогие у нас отели прошлом году когда россии запретили общение с турцией то летели только одни белорусы поэтому путевки у нас были прошлом году очень дешевые в этом году они цены подскочили просто нет слов нет слов короче у меня то я нахожу один отель нашла все пошла бронировать его но не хочется за три месяца заранее бронировать потому что ну то его знает что там будет на что решишься тем более я все время искала себе пару так я ее и не нашла вот и думала думала решила что ну а если в следующем году я пару себе не найду так что ж мне сидеть дома и решила что поеду я одна если б я конечно уже первый раз летела в турцию я бы не решилась ни в коем случае не решилась бы но сейчас как я уже немножечко знаю как там в аэропорту как заходишь где сумку забрать как к автобусу пройти то сейчас мне уже не так страшно а вот в общем сегодня тут получилось так что нашла я еще отель вот два дня назад и девочка моя была выходная и я к другому не решила не идти говорю ай ну пойду я через день к тебе забронирую все прихожу а мой отель который я хоть который я хотела поехать на 200 долларов подорожал вот так вот такое было разочарование у меня отель хороший все нравится но 200 долларов это тоже деньги и и немалые деньги вот опять я начала искать опять искала очень долго сегодня я нашла ну тоже более-менее подходящий знаете как совсем плохой и очень далеко от моря не хочется хочется чтобы уже если едешь отдохнуть чтобы этих 10 дней это было в удовольствие чтобы я могла открыть окно или выйти на балкон и видеть море вот это предел моих мечтаний а вот всю жизнь мечтаю чтобы открыть окно и видеть море но короче сегодня я иду в турфирму бронировать еще один отель так что надеюсь что его еще не распродали и не и он не подорожал до такой степени что у меня просто не хватит денег но в долг я конечно не поеду буду искать тогда еще что-то ну все буду собираться одеваться и отправляться до хотела вам показать вот такие вот очки я заказывала на алиэкспресс очень интересные очки такие без без оправы полностью пластмассовые но вы знаете что вот если допустим даже краситься очень удобно в них чтобы для четкости линий чтобы это все это видите вообще они такие но забавные очки правда не такие как у меня которые такой кошачий глаз а вот эти вот очки они очень дешевые не жалко если поломается как я люблю носить очки в кармане и постоянно их ломают дужки им ломаю то ли стекла у меня вываливается то здесь стекло целиком просто все это целиком очень понравились мне эти очки думаю что надо пару штук еще заказать чтобы они просто были у меня впрок но все теперь уже все точно в турфирме спадчина здесь работает девочка с которой я общаюсь она меня уже два раза отправляла и сегодня я опять иду к ней пообщаться мы с ней через вайбер общались не вижу показываю против сон так плохо видно вот вот она турфирма и сейчас мы сюда зайдем что-то тут загородили пол магазина тут свободных наверно что-то будет новое не знаю пришла ли юля на сегодня выходная но обещала прийти а юля уже тут на месте юля здрасте так видно тут видно юля уже на месте работает да снимаю видео я ж блогер я даже не знала вот сейчас мне юля тут меня забронирует я буду совершенно спокойно потом ждать своего отпуска выключаюсь потому что надо заниматься ну вот пришла я с турфирмы включила телевизор включила компьютер там у меня загружается тут заодно я смотрю фильм но я муж всегда удивляется как то я могу дель делать здесь дел сразу на кухне у меня уже тушатся эти как их зовут перчик начинила так фаршем завтра наверное внучка с малышом прибегут и хочу вам показать какие у меня перчины на окне это горький перец вы знаете хочу поделиться с вами таким вот рецептом можно сказать у меня как весна так на кухне появляются муравьи непонятно откуда появляются непонятно куда они потом пропадают вот но дело в том что это мне совсем не нравится поэтому я вычитала в интернете такой совет что если вот горький перец положить то им это совсем не нравится они уходят в прошлом году я это попробовала и сделала такое действительно муравьи буквально через день ушли но перца у меня уже нету он вернее он потерял уже свои свойства он в шкафу лежит так но потерял все свойства поэтому я вот на окно посадила вот такие перчинки и смотрите они уже цветут такие милые милые белые цветочки а потом у меня здесь будут перчинки вот ну а насчет моей моей путевки пока что я ничего не знаю потому что ответ с с отеля не пришел подтверждения еще нет и девочка мне сказала что это может или быть через три часа а может быть и даже через три дня поэтому я не знаю еще подтвердится у меня или не подтвердится если там свободные места или нет но пока что в этом написано было что они есть но вы знаете как могут написать сначала есть потом не успеют поэтому вот теперь будет ожидание вот сбронировала я на 11 сентября еще это не скоро но хотелось бы уже чтобы если уже этот я выбрала отель то хотелось бы конечно чтобы было то что я хочу а не начинать опять новые поиски ну в принципе у меня в запасе есть еще один отель поэтому я как бы то жду ну вот и весь вот такой вот у меня сегодня день это я там в окошке в этом самом зеркале в зеркале отражаюсь вот мое рабочее место видите часы косметика стаканчики кисточки карандашики все что мне нужно все у меня вот здесь вот на столе календарь вот так вот я с таким столом я сижу всегда работаю и смотрю видео в ютубе вот и все мои дорогие на сегодня вот такой вот у меня сегодня прошел день и если что будут какие-то новости я естественно вам все это расскажу и потом уже с радостным настроением начну собирать свою сумку дорожную с вами была Галина внушим что и все и все и все и все